Доброе утро! С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете, когда отменят технический осмотр автомобилей, какие поликлиники и больницы в области возобновят прием пациентов и на какую услугу увеличился спрос у новосибирцев после пандемии. Плановый прием возобновят и поликлиники, и больницы. Касается это медучреждений и в мегаполисе, и в районах области. Только 11 и 12 клиники Новосибирска пока будут в статусе ковидных госпиталей. Фильтр на входе в медицинские организации остается. Пропустят только человека в маске, измерят ему температуру. Если повышенное, то примут в отдельном боксе, окажут неотложную помощь. Избежать скопления людей поможет предварительная запись. Строго в назначенное время будут ждать пациентов и на диспансеризацию. До пандемии пройти профосмотры в регионе успели около 200 тысяч человек. Задача медиков до конца года – проверить здоровье еще у полумиллиона жителей области. Пройти диспансеризацию смогут и те, кто переболел ковидом, но имеют на руках два отрицательных теста. Врачи призывают заняться профилактикой и сделать обследование. Чем раньше будут выявлены рисковые заболевания и хронически неинфекционные заболевания, особенно, как эпидемия это показала, что компенсированный сахарный диабет, своевременно выявленный преддиабет, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца позволяют организму справиться в том числе с инфекционными заболеваниями и выйти с минимальными осложнениями или вообще без осложнений. Транспортный налог в России предложили отменить. Изменения намерены внести в начале января следующего года. Законопроект уже внесли в Нижнюю палату парламента. Автор идеи отмечает, что ранее и президенты, и представители общественности неоднократно высказывали за отказ от транспортного сбора в пользу возмещения выпадающих доходов за счет акцизов на топливо. Кроме того, такая схема приведет к более справедливому распределению расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране. Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке за август. Рейтинг составили эксперты сервиса работа.ру. От четверти миллиона рублей может получать главный пасторис в компании производителей смартфонов. Речь идет о сезонной занятости, которая продлится 4 месяца. На зарплату от 175 тысяч может претендовать инженер автоматизированного тестирования. Сотруднику предстоит заниматься проверкой программного обеспечения, написанием специальных программ и обучением коллег. Другими хорошо оплачиваемыми вакансиями на удаленке стали менеджер по подбору персонала и технический писатель. В Новосибирской области продолжается подготовка к новому отопительному сезону. Так, в Сдвинске заменяют оборудование в котельных, ремонтируют теплотрассы, водонапорные сети и многое другое. Подробности у моих коллег. Сегодня строители осваивают аварийный участок водопровода на улице Карла Маркса. Используют технологию горизонтального направленного бурения. Здесь важен точный расчет. Основная наглубка сильная, эту проводим на 2,60 мм. Мы просчитываем, но я как бы ее почую. Если буду цеплять, я просто остановлю, раскопаем и дальше будем идти. За несколько часов протянут больше 500 метров полиэтиленовых труб. Установят новые колодцы. Участок водопровода на улице Карла Маркса, построенный в конце 60-х годов, стал проблемой не только для коммунальщиков, но и для местных жителей. Трасса длинная. На этой трассе очень много потребителей висит. Также частный сектор, квартирные дома, администрация Звинского района. Проходит также стационар, больницы, подключение. Трасса, что она рванула в этом году, очень. Так, конечно, хоть в теплое время года. Все старое очень. Порывы постоянно течь. И по правую, и по левую сторону. И напротив дома культурного суда. Ремонт это своевременный. Хоть и ждали долго. Будет надежда, что работать водопровод будет отлично. Строители обещают завершить все работы на Карла Маркса в ближайшее время. И поэтапно пойдет подключение потребителей к новой трубе. Константин Клещин, Галина Распопина, Сергей Шевченко. Новости ОТС. После самоизоляции новосибирцы хотят веселиться чаще. Спрос на организацию праздников в городе вырос на 60% по сравнению с маем. Это выяснили аналитики сервиса Авито. Новосибирцев интересуют услуги по организации свадеб, дни рождения и корпоративов. По мнению экспертов, горожане стремятся не просто наверстать упущенное, но и готовы платить за то, чтобы повеселиться гораздо чаще, чем до пандемии. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты в социальной сети Instagram. УТС нижнее подчеркивание ТВ. Для вас работал Александр Жорбин. Всем удачи и до встречи. Доброе утро. С новостями на канале УТС Александр Жорбин. В этом выпуске вы узнаете, как будет организована работа училищ в новом учебном году, за что новосибирцы могут получить подарки и какую технику выдали региональным лесхозам для борьбы с пожарами. Россияне подали почти полмиллиона заявок на получение льготной ипотеки. Причем банки оформили примерно 300 тысяч обращений. Об этом сообщили в Минфине страны. Напомню, программу льготной ипотеки с господдержкой запустили в конце апреля по инициативе президента. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом из-за распространения коронавируса. Согласно программе, граждане могут получить кредит на покупку новостройки стоимостью до 6 миллионов рублей во всех регионах до ноября текущего года. Ипотека выдается под ставку 6,5% сроком до 30 лет. Новосибирские лесхозы получили новую технику. Ее будут использовать для борьбы с пожарами. Специалистам накануне выдали новые квадроциклы. С подробностями Дмитрий Белькевич. Площадка одного из лесхозов Тогучинского района напоминает парковку мотосалона. Новенькие квадроциклы брутального черного цвета ожидают своих хозяев. В ближайшие дни они разъедутся по лесничествам 21 района. Четырехтактный, 650-кубовый и отечественного производства. Максимальная скорость этого квадроцикла составляет 80 км в час. Это может быть мало по городским меркам, но прекрасно для бездорожья. Самое главное для него это повышенная проходимость. И этот квадроцикл прекрасно подойдет для профилактики лесных пожаров. Первый ключ от квадроцикла сегодня выдал министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко. Новый владелец не удержался и проверил вездеход на пересеченной местности. Машины без труда проезжают по лесополосе, хотя накануне вечером и утром в районе прошел ливень. Покатался уже достаточно на много техники, имею в личной собственности тоже квадроцикл немножко слабее, чем данная техника. Ну, по ощущениям, которые за короткий промежуток времени у меня сложились, что довольно-таки прилично, мощно, для леса нормально пойдет. Есть у него и лебедка, место для крепления дополнительных канистр с топливом и ранцевых огнетушителей. Возможности тюнинга не ограничены. Было бы желание только вот глянец окрашенных элементов снегоболотохода сотрется о ветках деревьев и кустарников быстро. Таковы условия эксплуатации, но если следить за техникой, то, как уверены лесничие, агрегат прослужит не меньше пяти лет. Каждый такой аппарат обошелся в 420 тысяч рублей, а вся партия почти в 15 миллионов. Средства регион получил в рамках нацпроекта. Основная задача наземного патрулирования – это своевременное выявление лесных пожаров, в том числе маленькой площади, и не позволить ему приобрести какие-то большие значения. Те пожары, которые сегодня выявляются наземным патрулированием, нам удается ограничить в пределах полутора-двух гектаров. Министерство намерено закупить для лесничества еще и квадрокоптеры, чтобы иметь возможность мониторинга лесопожарной обстановки с высоты птичьего полета. К слову о пожарах. По данным министра, с начала года в области произошло больше 300 возгораний, и львиная доля из них – по вине человека. Дмитрий Белькевич, Алексей Погодин, Новости ОТС. С берегов Аби собрали и сдали на утилизацию почти две тонны вторсырья. Активисты наводили порядок на водоемах в Октябрьском, Первомайском и Кировском районах Новосибирска. Всего в экологической акции приняли участие 120 человек. Благодаря их усилиям удалось собрать почти 2000 килограммов вторсырья и 100 мешков мусора, не подлежащего утилизации. Власти призывают новосибирцев соблюдать и прививать младшему поколению культуру отдыха на природе. Роспотребнадзор рекомендовал не проводить массовые мероприятия в училищах. Причина пандемии коронавируса. Также в ведомстве заявили, что по возможности необходимо закрепить за каждой группой отдельный кабинет, а занятия студентов заочных и вечерних форм обучения максимально перевести на дистанционку. Кроме того, специалисты службы рекомендуют обеззараживать и проветривать помещение, обрабатывать руки, измерять температуру на входе в общежитие и в училище и не допускать скопления людей. В холлах и перед дверью аудитории. Новосибирцев приглашают сдать кровь. Донорская акция «Помоги делам» пройдет в мегаполисе уже 63-й раз. Горожан ждут в следующий вторник с 9 утра до полудня на площади имени Ленина напротив скульптурной композиции. Сдать кровь может любой гражданин России старше 18 лет, прописанной в Новосибирске или области, а также с временной регистрацией не меньше, чем полгода. При себе нужно иметь паспорт. Все доноры, участвующие в акции в период с апреля по 8 октября текущего года, три раза и более, получат благодарственное письмо от муниципалитета и специальную награду. 25 августа всем, кто будет сдавать кровь, подарят мороженое. Жители Новосибирска не любят семечки. К такому выводу пришли специалисты агентства «Зоомаркет». Аналитики провели исследования в 20 крупных городах России. У местных жителей спрашивали, любят ли они семечки и при каких обстоятельствах и где их едят. Оказалось, что в основном такой продукт люди употребляют дома. Каждый пятый грызет их на улице, а 2% респондентов на своем рабочем месте. В итоге в рейтинге городов, жители которых любят семечки, Новосибирск оказался на предпоследнем месте. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты в социальной сети Instagram. УТС нижнее подчеркивание ТВ. Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Журбин в этом выпуске вы узнаете, какой банковской услугой стали чаще пользоваться новосибирцы, как теперь работают библиотеки в регионе и какие цвета автомобилей популярны в нашей области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Новосибирске пройдет акция «Вода – безопасная территория». Профилактическое мероприятие состоится с 24 по 30 августа. Активисты выйдут на берега водоемов для проведения бесед с горожанами, проверят целостность запрещающих купания аншлагов. За летний купальный сезон на водных объектах Новосибирска уже погибли более 20 человек. Кроме того, было спасено более 100 горожан. Спасатели напоминают, на карьерах, озерах и котлованах начинается цветение воды, ухудшается ее качество. Сибирские нефтехимики вернулись из Норильска. Специалисты в командировке проводили диагностику нефтяных емкостей после экологической катастрофы, произошедшей в этом году. О том, что выяснили ученые на месте крупнейшей аварии последних лет в материале Сергея Толмачева. Вот резервуар, который максимально близко к тому, что сносит, у него видно, что ободненные части, то есть почва обманена. На карте хранилище Норильской ТЭЦ-3, те самые из которых в тундру и реке вытекло больше 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Катастрофа может повториться, поэтому нужны исследования уцелевших резервуаров. Их разрушают колебания. Как именно, ученые объясняют с помощью обычной линейки. Вот у нас, предположим, есть мост. Мы расставляем датчики. Я аналогии провожу. Расставляем датчики. В каждой точке меряем частотно-амплитудные характеристики. И вот у нас мост где-то проминается больше. То есть у нас здесь будут амплитуды, соответственно, посередине больше. Здесь по краям меньше. Здесь, по сути, то же самое. Топленный резервуар – это как стакан, который мы проходим. И смотрим, где у нас амплитуды. Если где-то больше, то, значит, соответственно, там стоит обратить внимание, закрепить как-то и пройти снова. Знакомый всем с детства пример размышительного резонанса – марш рота солдат по мосту, после которого он рухнул. Или легенда о Федоре Шаляпине, который голосом мог разбить стакан. Все нарыво дикудок, и я била молода, да, из полу ведра. Колебания бетонных конструкций измеряют давно, но похожий метод для огромных цилиндрических резервуаров применили впервые в мире. Их диаметр 50 метров. Ставить датчики по всему периметру дорого. Можно делать это по сегментам. Точность не пострадает. Сама установка предельно проста. По периметру того, что мы хотим измерить, в данном случае это отмостка здания, устанавливаются вот такие мини-станции. По сути, это компьютер с флешкой, на которой передается информация. Устанавливаем через равные промежутки пространства, а датчик просто кладем на бетон. Процесс пошел. Через полтора часа компьютер выдает полную картину напряжения на участке. Если нагрузки совсем заколебали металл, резервуар придется разрушить. Или укрепить, смотря что дешевле. Новосибирские геофизики готовят рекомендации для Норильского никеля. И собираются исследовать на прочность Буглинский мост. Сергей Толмачев, Алексей Зубила, Новости ОТС. 45 тысяч книг выдали библиотеке Новосибирска со дня открытия. Муниципальные учреждения возобновили свою работу после снятия ограничительных мер 5 августа. Теперь они обслуживают читателей по новым временным правилам. Люди сдают книги в пакетах, которые потом отправляют на пятидневный карантин. Самостоятельно выбрать издание нельзя, только по предварительному заказу. Сделать это можно по телефону, через социальные сети или по электронной почте. В помещениях на входе есть санитайзеры, а посетители просят соблюдать масочный режим. Отмечу, всего в Новосибирске 71 библиотека. Все они, кроме одной, уже работают, однако по сокращенному графику. Эксперты выяснили, какие цвета автомобилей популярны в Новосибирской области. Исследования провели аналитики сервиса Авито, изучив данные о продажах новых и поддержанных машин за первые шесть месяцев текущего года. На втором месте по востребованности в нашем регионе оказались автомобили серебряного цвета, на третьем серого, на четвертом черного, а на пятом синего. Далее в списке идут зеленый, красный, бежевый, коричневый и голубой. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты в социальной сети Instagram. ОТС нижнее подчеркивание ТВ. Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok